Продолжение следует... ВЧК, Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Теперь они создали новую политическую полицию, ГПУ, Главное политическое управление Народного комиссариата внутренних дел. И принципиальным отличием ГПУ от ВЧК было то, что сотрудники ГПУ не имели права вне судебных расправ. То есть они должны были выявлять и арестовывать врагов советской власти. А дальше этих людей ожидало следствие и суд. Революционные трибуналы были отменены, были восстановлены обычные суды, прокуратура и адвокатура. Были изданы первые советские уголовные и административные кодексы. В июне 1922 года большевики устраивают открытый процесс над партией правых эсеров. 11 лидерам партии были вынесены смертные приговоры. Правда, смертные приговоры были отложены на неопределенный срок. К середине 20-х годов большевикам удается окончательно изжить правых эсеров и меньшевиков. В стране остается только одна большевистская партия. Хотя закон, запрещающий деятельность других партий в советской стране, так никогда и не будет издан. Официально действовали цензурные органы. Глафлит – это литературная цензура и Репертком – это театральная цензура. Ленин взял и лишил советского гражданства свыше 150 ученых, которые стояли на позициях идеализма. Причем среди этих ученых были не только философы, были и зоологи, историки, представители других наук. Этих людей посадили на пароход и выдвалили за пределы советской России, почему этот сюжет и вошел в историю под названием философского парохода. Последовал правительственный декрет об изъятии церковных ценностей, в том числе и священных предметов. Так началось второе наступление советской власти на церковь. В Москве был проведен открытый процесс, в ходе которого 11 иерархам церкви был вынесен смертный приговор, а патриарх Тихон был взят под длительный домашний арест. 30 декабря 1922 года на первом всесоюзном съезде советов был образован СССР, Союз Советских Социалистических Республик, в который первоначально вошло всего четыре союзные республики. Это РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика ЗСФСР. Это объединение Армении, Грузии и Азербайджана. В 1924 году была принята первая конституция СССР. Советская Россия получает приглашение к участию в международной европейской конференции в Италии, в Генуе, которая должна открыться в апреле 1922 года. В ходе этой конференции в пригороде Генуи, в замке Раппала, советские и германские дипломаты подписали договор о восстановлении дипломатических отношений между Советской Россией и Германией. После этого Советская Россия был представлен такой ультиматум лорда Керзана. Керзан – это министр иностранных дел Великобритании. И в этом ультиматуме Великобритания требовала от России прекратить подрывную деятельность за рубежом и преследование церковных деятелей в стране. Несмотря даже на ультиматум Керзана, отношения между Советской Россией и Западом улучшались. Период с 1924 по 1925 год вошел в историю как период признания Советского Союза. В это время большинство западных держав признали нашу страну. В 1934 году ее даже приняли в Лигу наций. На этом наш сегодняшний урок закончен. Приступайте к выполнению задания. Удачи!